Сами друзья, с вами снова держатель микрофона Максим Исаенко и в центре физкультурно-спортивных мероприятий, где проходит турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы, организованный клубом Александр Невский. Турнир получился междугородним, приехали спортсмены из Первоуральска и Ревды, всего получилось 15 участников. Ну и конечно, главная отличительная особенность соревнований, которые проходят в клубе Александр Невский, это чаепитие с печеньем, конфетами, вафлями и всякими другими сладостями. Все желающие участники здесь просто могут попить чай, кофе, утолить жажду, перекусить. И вот рядом со мной организатор соревнований Николай Подольский. Николай Николаевич, много раз с вами разговаривали, что ждали приезда иногородних спортсменов. Сегодня прямо из двух городов приехали, довольны наконец-то? Да, мы сейчас, у нас уже становятся традиционными эти турниры. Ревда, Первоуральск. Им понравилось у нас играть. Они с удовольствием приезжают. Этот турнир посвящен Дню Победы, 77-й годовщине нашей Победы. Ну, 5 на 5 возраст, 50 и старше. Все, молодежь сейчас не очень, сейчас стала как-то посещать. Хотелось бы и молодежь привлечь, чтобы? Конечно, мы уже договаривались, чтобы молодежь в следующий раз собрать. Помоложе ребят, но пока что-то никак не можем собрать. Но я думаю, еще может быть у нас это впереди все. Ну, нам главное, теннисистам, главное поиграть. Повод, не повод. Ну, когда хорошо, когда повод есть. И без повода нет. Фанатники, фанатники. То есть, когда из других городов приезжают, это неприятно. Да, 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 конечно, конечно. Им очень нравится, потому что у нас зал хороший. Они там где-то в Ревда играют в полуподвальном помещении. Там не вентиляция, ничего у них. Света такого нет. А у нас, они восторгаются нашими условиями. 8 столов у нас. На высшем уровне, хорошо. А накалии борьбы на турнире можно судить, например, по ящику со сломанными теннисными шариками. Вот они. Повидали в своей жизни очень многое. Сразу видно, что непримиримые соперники бьются до победного конца, не жалея даже инвентарь. И вот рядом со мной представитель Первоуральска Андрей Орлов. Андрей, скажите, впервые в Полевском на таком турнире? Да, первый раз. Но все понравилось мне. Зал хороший. Участников много. Поиграть есть с кем. Очень интересно. Уровень как можете отметить, в том числе, из Полевского соперников? Уровень очень хороший. Две выиграл, одно проиграл уже встречу. Так что, как бы, соперники все достойные. Здесь за победы приехали или, может, кругозор расширить и новые знакомства есть? Нет, просто участие. Главное не победа, говорят, главное участие. Так что, всем желаю здоровья, участвуйте в спортивных мероприятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот рядом со мной представители команды из Ривды Владислав Бутеров. А впервые, не впервые у нас в Полевском? Нет, мы постоянно к вам ездим. Очень рад, что эти встречи стали традиционными. Два-три раза в год по приглашению вашего клуба мы приезжаем играть. Слышал, у вас условия такие спартанские, да, где вы соревнования проводите, тренируетесь? Ну да, у нас, конечно, не такие высокие потолки, как здесь, и столов поменьше, но за счет энтузиазма народ ходит. Что для вас настольный теннис? Настольный теннис – это хобби, здоровье, знакомство, времяпрепровождение. Мы стали уже таким у себя, как небольшим коллективом, типа семейным, можно сказать. На этом пока все. Кто станет победителем этого турнира по настольному теннису в честь Дня Победы, я по традиции расскажу вам в одном из выпусков спортивного обозрения «Тайм-аут». Поэтому не забывайте подписываться на канал «Держатель микрофона» в Ютубе, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. С вами был Максим Исаенко. До новых встреч!